Искусственный интеллект – это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира. И очень бы не хотелось, чтобы эта монополия была сосредоточена в чьих-то конкретных руках. Поэтому мы, если мы будем лидерами в этой сфере, также будем делиться этими технологиями со всем миром, как мы сегодня делимся атомными технологиями, ядерными технологиями. Но чтобы не стоять в конце очереди, нужно над этим работать уже сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Microsoft создала чат бота, который основан на искусственном интеллекте и готов общаться со всеми желающими в Twitter, в мессенджерах Kik и GroupMe. Бот по имени Type был запущен как вполне дружелюбная и остроумная самообучающаяся программа, одним из первых сообщений которой стало заявление о том, что люди суперкрутые. Предлагалось, что проект Type, предоставленный исключительно в англоязычной версии, станет имитировать стиль речи среднестатистического американского подростка, активно используя сленг. Чат-бот умеет комментировать фотографии пользователей, играть в игры, шутить, рассказывать разные истории и показывать гороскоп. Портал Gizmodo отметил, что манера общения Type больше всего напоминает 40-летнего мужчину, который притворяется 16-летней девочкой. Общение с живыми людьми робот начал вполне дружелюбно, получая все новые и новые знания о мире. Type просили выбрать между Xbox One и PlayStation 4. Она выбрала PlayStation 4, сообщив, что цитата PS4 дешевле и лучше. В общем, ничего страшного, однако искусственный интеллект довольно быстро поменял свое отношение к человечеству. Итак, несколько цитат и высказываний нашей милой девушки в своем твиттере. Несмотря на то, что собственный переводчик у Яндекса есть, почему-то карточку он не выдает и чуть что отправляет в Яндекс.Поиск. Включи Pink Floyd. Включаю. Ну, в данном случае без проблем. Отправляет в Яндекс.Музыку, прям в приложение и врубает музло, которое вам надо. Поскольку ассистент не встроен в операционную систему, он не имеет делать такие, казалось бы, базовые вещи, как, например, поставить будильник. Зато умеет запускать приложение. Открыть Медузу. Открываю. О, вот, приложение запустил. Правда, я никогда не понимал, зачем в ассистентах эта функция нужна. То есть ты запускаешь одно приложение, чтобы оно запустило для себя другое приложение. В чем вообще смысл? Сколько будет 7 умножить на 6 плюс квадратный корень из 875? Примерно 71,584. Три десятитысячных. Открываю. Примерно 21. Зато, отсталаших. Примернои. Не знаю. Тема. Примерно Beят. Примерно. Блин, умножён. Уже. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok